Маргинал рекомендует книги по философии. Опять, опять рекомендует книги по философии. С чего начать изучать философию? Расширенный список. Потанцевали и хватит. Расширенный список. Убер-маргинала. Поехали. Чинка, 100 рублей. Привет, Марго. Шапка. Еврея. Начинаю изучать философию. Решил начать с Рассела и Гегеля. Сам я математик-прогер. Может быть, что-то посоветуешь конкретное? И вообще, какую кривую изучение лучше выбрать? Платон, Аристотель, Декарт, Юм, Кант, Рассел. Нет. Вообще, Рассел, а вообще в конце. В принципе, ладно, по-другому. По-другому давай. Платон. Платон. Конкретно из Платона, пожалуй, государство. Начать можно с пира, потому что пир попроще. И там тема, ну, про любовь. Про любовь. Про мужскую. Про мужскую любовь, в общем, да. То, что, ребята, в общем-то, вам, наверное, и без меня понравится. Интересно, да? Без моих танцев, в принципе, я думаю, вы бы это оценили. Так. Про любовь мужскую посчитать пир Платона. Также есть маленькие диалоги Платона. Давайте я даже сейчас достану Платона. Хер ли уж я. Давайте, что уж мы тут беспредметно болтаем. Факен. Слэйв. Жан-Кольца Аркер. Шопенгауэр. Да кто вы? Кто вы все такие? Мне нужен Платон. А, и в самом низу. Ща, Платон выйдет погулять. Ай, майнгад. Платон, выходи. Все, Платон вышел. Платон здесь. И Шадов тоже здесь. Фух, вот она. Полный сборник диалогов Платона. Это то, что я люблю, друзья. Что мы из Платона берем? Письма я не читал. Мне похеру. Ну, смотрите. Начинаем с первой тетралогии. Евтифронт. Короткий диалог. Можно прочитать. Любой дегенерат, школьник может его прочитать. Апология Сократа? Да. Тоже да. Ну, тут без да никак. Апология Сократа очень важный и, главное, не самый сложный текст. Критона мы пропускаем, наверное. Федона мы читаем. Потому что в Федоне учение о душе непосредственно. То есть, концепция о бессмертии души и так далее, и так далее, и так далее. Это Федон. Сюда обязательно надо заглянуть. Кротила правильности имен. Вот как раз, видите, о правильности имен это там, где Платон непосредственно соревнуется, так скажем, с Конфуцием. Конфуция тоже есть тексты о правильности имен. Пропускаем Кротила, пропускаем Тетета, пропускаем Софист, пропускаем Политика. Парменида читать, потому что там об идеях. И о Пармениде, и о Зеноне. И о том, что у них были довольно-таки сомнительные отношения. И, кстати, в диалоге Парменид Сократ проигрывает. Обычно, знаете, либо диалог обрывается, ну, либо Сократ, ну, очевидно, побеждает своего оппонента, но в диалоге Парменид Сократ проигрывает. Очевидно, признает свое поражение перед оппонентом. Только из-за этого стоит Парменида почитать. Филеп оставляем, Пир читаем, Федора оставляем Алкивиад, Алкивиад тоже не надо, наверное, читать Гепарх, Зребра любится, нет, не надо читать Соперники не надо читать, Фиага не надо читать, Хармит не надо читать Омужестве не надо читать, Лисида не надо читать Эфтидема не надо, Протагора, Горгия можно почитать Протагор, Горгий Смотрите, у нас какая тема Евтефронт, потому что простой, апология Сократа, Фидон, Парменит, Протагор, Горгий. Государство, может быть. Особенно первую книгу государства, где у них соревнования с Фросимахом идёт. Оно интересное, оно примечательное. Остальное государство, если вы хотите разобраться в политической теории Платона, можно почитать дальше. Тимей обязательно. Тимей один из важнейших, самых сложных текстов Платона. После всего, что вы прочитаете, нужно дочитывать Тимей. Всё остальное по вкусу. Как бы вот так. Если вы хотите ознакомиться с Платоном, ну на уровне хорошем, приличном. Даже минуя государство при этом. Государство самый большой его текст. Но лучше поэтому читать те тексты, которые я перечислил, исключая государство. Если хотите узнать Платона ещё лучше, государство дочитываем. Должно хватить. Может быть, Ифтифрон. Ну, Ифтифрон просто очень простой, как бы. Его можно было бы не читать. Но если вы хотите втянуться в Платонизм такой, начать вчитываться. Ифтифрон. То вот просто вы за вечерок его так пройдёте быстро. Значит, Аристотель. Это получается то, что при... Метафизика. Физика. Можно и Камахову этику, большую этику тоже. Риторику... Нет. Категории можно. Всё. Принято называть органон. Органон нахер. Просто органон нахер. Из органона только категории. Эти категории входят в органон. Я не помню точно. То есть... Из органона... Потому что, ну... Это сложные тексты довольно-таки. Органона можно прочитать... Всё, кроме софистических опровержений. При том, что софистические опровержения — самый простой текст из органона. Может быть... То есть, понимаете, в чём проблема? Он советует одни из самых сложных текстов Аристотеля. Эстериорную аналитику можно не читать. Также... Неплохо было бы ознакомиться с физикой и метафизикой. С метафизикой вообще в первую очередь надо знакомиться у Аристотеля. И обычно знакомиться. Это в таком порядке, кстати. Относительно физики. Её не всегда изучают. Может быть, физику можно отодвинуть на второй план. Ну, давайте так. Смотрите. Из Аристотеля метафизика — никомахова этика. Если хотите дальше изучать, уже читаем физику. И потом ещё читаем большую этику Аристотелю. И будет вам счастье. Аристотеля... А потом уже органон. Потому что, ну, органон — это жёстко. Категории тоже не забудьте прочитать. Три текста Аристотеля, которые нужно прочитать. Метафизика. О категориях. И фак. Остался это этика. И этика. Ну, то есть никомахова этика. Тоже. Но это может оказаться сложным. Если интересна политика, то политику. Да, и политику можно читать, да. Значит, дальше сразу Декарт. Дальше мы читаем вот этот текст. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. Сразу Декарт — это шуе немножко. Ну, то есть это большой исторический скачок. Кортезий во многом созвучен многочисленным схоластом. Поэтому читать Кортезия вообще без знаний того, что такое схоластика, ну, это странно. А до схоластики нам еще добираться и добираться, между прочим. И вот этот вот текст поможет вам приблизиться к схоластике. Как бы пройти немножко вот путь в сторону этой самой схоластики, когда до нее уже там дело дойдет. Очень-очень не скоро, кстати. Потому что текст обрывается непосредственно на Эпикуре. К сожалению. Ну, Эпикур — это тоже неплохо, знаете ли. Потом дочитывать фрагменты ранее греческих философов. Правда, там очень ранние греческие философы. И каким-то образом с помощью энциклопедии и других текстов начитать христианскую философию, неоплатоническую философию, неопифагорейскую философию. Ну, то есть, понимаете, энциклопедически надо как-то забить эти знания, чтобы у вас... Да, Павел, почему-то он делает громадный скачок. Забить, в общем, информацию, чтобы у вас были какие-то хотя бы данные о том, что философия происходила до Декарта. Потому что Декар тоже, ну, из ничего не появился он, между прочим. Странно, просто такой совет реально давать. Рассуждение о первой философии... Рассуждение о первой философии берем. Матенькая книжка... Короткая, простая, туповатая на самом деле во многом. Хотя очень сильно оценённая и переоценённая, наверное, даже. Больше ничего у него можно не читать, в принципе. Короче, смотрите. Даже бы не то, чтобы надо читать Аврелия... Аврелия Августина надо прочитать. Исповедь. Исповедь Аврелия Августина надо прочитать. И вот это повторяет шутки Дугина. Так вот, друзья. Исповедь. Хотя бы исповедь Аврелия Августина почитать. И немного Фома Аквинского. Ну, вот хотя бы, чтобы вы понимали, что в средние века что-то происходило. А вообще, по-хорошему, если прочитать энциклопедическую информацию обо всех мыслителях в средние века, обо всех мыслителях немножко до этого... Ну, то есть, вы тоже должны понимать, что существовали вот различные школы философии. Здесь вы в этой книжке об этом узнаете. Диоген Лаерский. О жизни учениях и изречениях знаменитых философов. Вот, 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 вот. Влюбитесь в эту книжку, как минимум. Секс-эмпирика я вам даже не советую, потому что секс-эмпирик по большей части перечисляет... Ну, значительная часть его текстов, это просто пересказ Аристотеля и Платона. И критика вот тех концепций, которые там перечисляются. Ну, то есть, скачок Кортезиум мы не одобряем. Для введения... Потом... Юм. А Фрэнсис Бэкон новый Эрганон, например. Ну, то есть, чтобы понимать вообще, откуда Юм. Ну, то есть, чтобы было понятно, откуда Юм, нужно прочитать Фрэнсиса Бэкона хотя бы. Можно Лока подсчитать, немножко Гобса, но это уже, наверное, не обязательно. Но Фрэнсис Бэкон, это прям вот, это фигуры не меньше, чем Кортезиум. Рассуждение о человеческом понимании. Можешь... Юм, причем очень тяжелый. Ща. Не буду я вам его доставать, я вам уже его доставал, это громадная книжка. Попробовать трактат о человеческой природе, первый том, но он сложный. Сложный и громадный, да. А в рассуждении о человеческом понимании... Ну да, хорошо. ...есть все то же самое, и короче, и проще. Это выжимка, по сути дела, из трех томов трактата о человеческой природе. При этом там еще очень ранний атеистический активизм присутствует. Потом Кант, критичество, разума. Да. 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 Для поверхностного ознакомления, наверное, да. Но опять же, опять же нужно понимать, что происходило как бы до этого, ну вообще. Опять же, энциклопедическую информацию о просвещении прочитать. Просто заходите в Википедию, вбиваете «философия просвещения» и читаете. «Вольтер», «Дидро» и так далее, и так далее, и так далее. «Эпоха возрождения» читаете, не знаю, что там происходило. Николай Кузанский, там, не знаю, «Помпонации», «Мирандола». Читаете, о чем они писали в Википедии, хотя бы в Википедии. «Схоластика» тоже, вы не забыли, что «Схоластика» до этого была. И «Схоластику» вы тоже так же прочитали, по всем именам прошлись. Внимательно прочитали, что там эти мыслители излагали. А потом еще до этого, не забывайте, что вы уже прочитали о жизни вот этих вот великих философов. И вы вообще должны узнать о разных учениях точно так же хотя бы по Википедии. Ну вот хотя бы. Ну вот хотя бы, иначе вы просто будете вне темы, вот в принципе. Когда вы изучили Википедию, да, мы в принципе можем перейти непосредственно к конкретным, фундаментальным таким текстам вроде «Критики чистого разума Канта». Вот мы все это прочитали, мы прочитали в том числе «Схоластическую философию», потому что мы это трансцендентное, трансцендентальное, имманентное, жмемманентное, мы будем вот так вот это вот, вот так вот это смотреть, вообще ничего не понимая, о чем речь. «Критика практического разума». «Критику практического разума можно опустить». «Третью критику можешь не читать, наверное». «И вторую тоже». «Верно. Как мне кажется. Мне всегда любопытным сочинением у Канта казалась очень недооцененная антропология с прагматической точки зрения. Окей. Но читать ее для новичка, наверное, нет. Но не такое важное, как «Вторая критика», и повторяет во многом то, что там написано на него. Ну, «Вторая критика», в принципе, не благодаря этой критике он стал знаменитым. Во всем. Если интересна этика, то у Канта тогда введение в метафизику морали. Если этика неинтересна, то, соответственно, не надо читать. Рекомендую буклет, что есть просвещение Канта. Да. Коротко. Коротко, понятно, тупо. Туповато, кстати, да, но бывает. Открывает вот тему того, что есть просвещение, и какая была тогда повестка дня. Вот. И еще трактат о вечном мире, если интересно. Не знаю, наверное, нет. Политика. Далее. Если интересен консерватизм, Эдмунд Бёрк, размышления о революции во Франции. Не знаю, зачем Бёрка здесь совать. Да, такое. Больше ничего Бёрка может не читать. Бёрка вообще можно не читать, если уж мы по таким основным мыслителям идем. Впрочем, если тебе интересна политика, то и у уже вышеперечисленных авторов есть гораздо больше сочинений, которые ты бы прочитал. Ну, то же самое, можно сказать, и про этику. Так что... Ну, да. Но если мы знакомимся с основными философии, ну, мы берем основные тексты основных мыслителей тогда. Да, эти просто по метафизике и там, по антологии. Эко, имя Розы, хорошее вводное для средневекового спора, части. Ну, лучше ознакомиться с конкретными мыслителями на мой взгляд Дэн-Дэне, потому что... Ну, вот хотя бы вот-вот википедийно. И по всяким таким вещам. Пройдемся после Канта, просто тупо читай Фреги, а см... Просто тупо читай Фреги. Гегель? Нет. Ааа, фихта. Ну, фихта ладно, но фихта тоже нет. И, не знаю, Шеллинг тоже нет. Почему нет-то? Почему нет-то? Они же замечатели автора. Они внесли гигантский вклад в философию. Мысли и значение. Потом Рассела. Короче, ребят, смотрите. Как бы, если бы я поступал как маргинал, как бы я делал? Просто читай вот эти вот книжки. Секс-то империка. Все. А потом Шадова. Все, все, проблемы решены, друзья. Как бы, понимаете? Если бы я поступал точно так же, как Убер-маргинал и пытался выдавать сектанские секты... Ой, сектанские тексты, того учения, которое мне больше всего импонирует. Ну, все, вот, друзья. Секс-то империк. Больше ничего не читайте в философии. Притом, заметьте, что я в списке философии, которые я перечислил, я вообще не упомянул секс-то империка до сих пор. Но он, в принципе, и не нужен. То есть, это довольно-таки фундаментальный текст. Довольно сложный текст. Местами. Ну, именно сложный для понимания того, что такое скептицизм. И вот здесь вы найдете пропирона. Вам не нужно читать вот это вот. Вот здесь просто будет пропирона. И очень хорошо пропирона будет. Ну, ладно, Дэн-Дэнни, в принципе, согласен. Имя Розы пусть будет. Я, правда, сам не читал, поэтому я не могу рекомендовать то, что я сам не читал. О денотации. Вот. Вот. Значит, потом, после Рассела, значит, Айр. Короче, смотрите, ребята. Просто берем, вбиваем вот так вот аналитическая философия. Аналитическая философия. И поехали. Аналитическая философия. Философия. Вот. Все. Вбили аналитической философии. Поехали Советы Маргинала смотреть. Где они у нас? Так, 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 так. Где имена? Где имена? Пожалуйста. Нам нужны имена. Мы не хотим нечем задебаться. Мы хотим имена видеть Ах, имен нет, имен нет, что же делать Ну что, ребят, поехали Тогда Джордж Мура, конечно Джорджа Мура надо, безусловно, прочитать Джорджа Мура, как же не считать Джорджа Мура Ну, не знаю Всех остальных тут можно пропустить Рассела обязательно надо читать Конечно же, Рассела надо читать Ролза обязательно надо читать Ну просто, ну куда же без Ролза-то Аналитической философии и религии Нет, нет, мы не любим Айра обязательно, Айра надо прочитать Квайна надо обязательно прочитать. Кстати, Квайна можно прочитать. Ввиду того, что у него много статей таких разных, посвященных, ну, вполне таким себе интересным проблемам для философии. Ну, то есть, понимаете, ну, чё это такое? Почему я захожу на ссылку «Аналитическая философия» и вижу тех авторов, которых маргинал по преимуществу рекламирует? Ну, чё за фигня? Почему они все с одной страницей до Википедии, как бы... Ну, понятно, почему, потому что маргинал, в принципе, имеет предрасположенность к аналитической философии. Ну, лол. Ну, это странно, это неправильно. А.J. Айер «Истинная логика». Language, Truth and Logic. Вот. Там, в принципе, всё же тебе надо знать про логический позитивизм. Ну, типа, для введения тебе должно быть достаточно, будешь всё равно уже знать про философию больше, чем большинство бакалавров философии в России. Ну, вот сейчас была фраза дурака просто. Будешь знать философию больше, чем большинство бакалавров по философии в России. Ребят, давайте я вам покажу. Статья. Книги по философии, которые вы хотите почитать. Я здесь советую учебник Гриненко, но к нему я советую добавить ещё Каплстоуна. Вот, что я вам советую почитать. Фрагменты ранее греческих философов, прежде всего, Платона. Ну, нет, Роллс просто не такой важный мыслитель. Ну, то есть, чтобы его выделять в череде Платон, Аристотель, Кант, Юм, Кортезий, там Бекона даже не было. Смотрите, кого надо читать. Нет, здесь не 22 гига книг. У меня в библиотеке 22, здесь меньше. Вот, фрагменты раннегреческих философов. Потом Платон, Аристотель. Мы уже обсудили, что мы будем читать у Платона и Аристотеля. Я здесь, правда, государство посоветовал, но я сегодня, наверное, изменил своё положение. Аристотель, Диоген, Лаерцкий. Можно Секст и Эмпирика. Можно Неоплатонизм. Почитать Плотина, Порфирия, Прокла. Потом Аристофан идёт. Аристофан — это лол, это комедия, это смешно. Эпикур, его остатки от его писем. Титл Укрец и Карр, его поэма о природе. Замечательное произведение. По желанию, Секст и Эмписценнику, Цицерона, Марка Аврелия, Эпиктета. Вот это тупо по желанию. Притом тексты не сложные. Вот это вот всё, кроме Секст и Эмпирика, наверное, читается в бакалавриате. Русского вуза. То есть, понимаете, это очень чмошное утверждение было от маргинала. Прямо вот просто невероятно чмошное. За это утверждение его можно чморить просто годами. То есть, он в принципе, он не знает, что даже какой-нибудь суперумственно отсталый, не знаю, студент философского факультета так или иначе коснётся всех этих текстов. Потом мы переходим на индийскую философию. Читаем Абхидхарма Кошу, Тепитоку, ну не всю Тепитоку, правда, тексты современных специалистов понемногу. Из Тепитоки что-то можно, вопросы Мелинды хотя бы прочитайте, я не знаю, но вопросы Мелинды практически философский текст. Ну, Никита, простите, но, блин, как можно относиться без негатива вот к такой глупости, которая была сказана? Я не к Маргиналу, говорю, отношусь плохо, а к той тупости, которую он сказал сейчас. Это просто ложь. Это просто, ну, блин. Это настолько деградантская ложь, насколько только можно себе представить. По шиваизму прочитать. Ознакомьтесь, что такое джайнизм, шиваизм, большейший ковиданта, йоганья, санхи. Будете знать об этом? Уже будете знать, кстати, немножко больше, чем многие. И вот там иногда просто попадается пара дежавю файл и pdf файл. И pdf файлы бывают по 15-20 мегабайт иногда. Вот. Китайская философия. Что мы читаем по китайской? Фэнь Юлане и духовную культуру Китая, если хотим. Потом Лао Цзи, Джуан Цзи, Конфуция, обсуждения и беседы, например. Ну, и в принципе, да, это единственное, что практически сохранилось, очевидно. И тексты про непосредственно Конфуция. Чань Буддизм, немножко тоже ознакомьтесь. Буддизм в Китае, тоже ознакомьтесь с этой информацией о том, что он там есть. А потом поехали. Августин Исповедь, да. Фома Аквинский, да. Альберта Великого можно не читать. Ознакомьтесь с концепцией Ознакомьтесь с концепцией Акама. Концепция Акама, ознакомьтесь. Роджер Бекон. Роджер Бекон. Узнайте, кто это такой просто. Найдите его родителей, семью и так далее. И прочитайте. Прочитайте. Прочитайте его. Вот. Конфуция был далеко не самый лучший китайский философ, но надо все-таки начинать с чего-то. Узнайте, кто такой Мастер Экард, кто такой Пьера Беляр и что он вообще совершил в философии. Как он примирил реализм и номинализм. По ламу можно не считать. Что он тут делает вообще? Ну, типа условно, окей. Возрождение. Узнайте вот этих вот хотя бы чуваков просто вот по именам. Беме, Бруно, Кузанский, Макеавелли, Эразм, Монтейн. Вот хотя бы их. Узнайте, о чем они писали. Не обязательно их читать, но вот просто узнайте. Вот о чем надо знать хотя бы. Новое время. Бекон читаем. Кортезий читаем. Лебнец, узнайте, кто это. Лок, узнайте, кто это. Паскаль, не обязательно. Спиноза. Прочитайте текст Спинозы. Вот. То, что читается на философских факультетах. Просто Беркли читаем. Юма читаем. Канта читаем. Фихты, не знаю. Можно не читать, наверное. Шеллинг, Гегель тоже читается на философских факультетах. Да я просто, я не знаю, Шопенгауэра читаем. Фейербаха читаем. Блядь. То есть, понимаете, на философских факультетах многое читается. А мы видео про Маргиналов смотрели. Он рекомендует книги по философии. Чувак просто... Сейчас смотрите вот эту фразу. все равно уже знать по философии больше, чем... Типа, для введения тебе должно быть достаточно, будешь все равно уже знать по философии больше, чем большинство бакалавров философии в России. Иоанн Дамаскин, да, можно дочитывать, безусловно. Там много чего можно читать. Ну, смотрите, высказывание какое было. Ну, вот если вы все вот это вот прочитаете, вот все вот это вот, вот все, что я вам перечислил, то вы будете знать философию лучше, чем большинство бакалавров философии в России. Вот я вам гарантирую. Вот гарантия того, что вы будете знать философию лучше. А так я вам посоветовал более короткий список. Вы, наверное, помните.